Несмотря на погоду, состоится и субботник. Большая уборка была запланирована на 27 и 28 апреля. А также уборка тротуаров не помешает. Некоторые из них время от времени несут опасность для здоровья и даже для жизни. Кстати говоря, в подобной ситуации оказалась героиня рубрики «Кредит недоверия». А вот ее ведущий оказался в нашей студии Дмитрий Лазарев. Как всегда, борется за защиту прав потребителей. И прямо сейчас в нашей студии Дим, привет! Дим, доброе утро! Расскажи, пожалуйста, что случилось в этот раз и о чем ты нам сегодня поведаешь? Доброе утро! Сегодня расскажу историю Челябинки, которая вступила на тропу войны с бензоколонкой, а также о том, как прогулка по тротуару едва не стоила жизни. Решила устроить вечерний променад, но, вступив на тротуар, упала и вывихнула себе палец. Елена Иванова уверяет, прогулочную дорожку у жилого дома, где она получила травму, не очистили от наледи. Ну вот, сегодня уже три недели. Наконец-то тебя снимут из отечения. Можно будет спокойно жить своей жизнью. Как раньше. События ракового дня Елена воссоздает, прогуливаясь по тому самому тротуару. Вот здесь вот подскользнулась и очень сильно ударилась об асфальт. Сначала я посмотрела, что у меня палец вывернут в другую сторону и сразу поехала в травпункт. Врачи констатировали вывих большого пальца и заточили руку в гипс. Поскольку женщина обратилась в частную клинику, то ей пришлось изрядно потратиться. По словам Елены, она оставила в травматологии аж 10 тысяч рублей. Вспоминает, поехала в ближайшую клинику, так как терпеть боль, сидя полдня в очереди, побоялась. Мне кажется, что в гололед нужно элементарно хотя бы посыпать песком, там лищебенкой. Для того, чтобы просто была элементарная безопасность на дороге. По словам женщины, представители коммунальных служб на контакт с ней не идут. И компенсировать ущерб не торопятся. Мы вместе отправились в управляющую компанию «Святогор». Услышав эту историю, сотрудники фирмы удивились. Это не они, а сама Елена не идет на контакт. За три недели ни возмущенного звонка, ни претензии. Женщина парирует, не знала, куда и податься. Что нужно делать? Написать заявление. Написать заявление. Ну и дальше будут рассматривать. В присутствии нашей съемочной группы Елена написала претензию, в которой попросила в досудебном порядке компенсировать потраченные на лечение 10 тысяч рублей. А еще оплатить моральное страдание. Павел, с правовой точки зрения, что делать людям в подобных ситуациях? В данном случае управляющая компания, скорее всего, будет ответчиком. Можно сослаться на 15-ю статью Гражданского кодекса о том, что любое лицо, понесшее убытки, в данном случае это травма, лечение травмы, может требовать возмещения данного вреда. Если вы попали в такую ситуацию, следует обменяться номерами телефонов со свидетелями вашего падения. Осмотреть местность, возможно, эта территория попадает в поле зрения камеры, видеонаблюдения ближайшего магазина. Кадры можно запросить как доказательство. Зафиксировать травму в травмпункте. Сохранить все чеки от покупки лекарств. Далее найти ответчик через сайт «Реформа ЖКХ». Поле битвы – бензоколонка. Татьяна Шишканова считает, на одной из челябинских заправок «Лукоил» ей в бак залили рекордно низкое количество литров бензина. При том, что рассчитала женщина по полному тарифу. А вот сотрудники бензоколонки уверяют – клиентка делает из мухи слона. «Колонка чихает, пистолет работает так – чих-пых, чих-пых. В результате начихали мне 3 литра бензина вместо положенных 10». Все произошло в 6 утра, когда Татьяна ехала на работу. Возмутившись женщина, тут же подошла к оператору АЗС. Оставила отзыв в жалобной книге. Вечером того же дня раздался звонок от представителей предприятия. Приглашали на проверку бензоколонки. Но женщина не пошла. Я ему говорю, почему вы звоните в 3 часа дня, когда устранили, видимо, все дефекты. Мы вместе отправились на автозаправку. Сотрудники фирмы уверили – на проверку пригласили, потому что убеждены – ни в чем не виноваты. Проверили движение уровня топлива, изменение уровня топлива по резервуару. И просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что топливо поступило в бак клиента в полном объеме, согласно оплаченному количеству. Наши топливораздаточные колонки ежегодно проходят по верку независимой организации. После чего представители данной организации внутри топливораздаточной колонки устанавливают свою пломбу. Колонки закрываются, и на них наносятся наши сигнальные пломбы. Индикатор в авто, по словам представителя АЗС, не является точным измерительным припором. И может давать погрешность. Однако Татьяна осталась при своем мнении. И теперь процесс каждой заправки бензобака планируют снимать на видео. Вот такие у нас в этот раз истории. Кстати, о своих проблемах телезрители могут сообщить нам по телефону 263-13-28. Также можно присоединиться к группе кредита «Недоверие» ВКонтакте. Там можно не только оставить свою жалобу, но и пересмотреть понравившиеся выпуски. Ну а Диме мы говорим огромное спасибо, что ты к нам сегодня пришел. Ждем от тебя еще новых сюжетов. Спасибо.